Многие считают, что средневековая эпоха, 500-й, 1500-й год нашей эры, была темным временем, когда люди были примитивными, ничего не знали о технологиях и были безнадежно суеверными. Это миф. Историки по всему миру много лет пытаются доказать, что люди тогда были другими. Эта ложная история, вероятно, распространилась, потому что некоторые люди жаловались на качество литературы того времени и утверждали, что не могли найти необходимые исторические источники. На самом деле, Средневековье было совсем не темным временем. Это была эпоха философии, инноваций и произведений искусства, ставших легендарными. Именно тогда появились очки. Это было время прогресса с такими изобретениями, как подвижные литеры, тяжелые плуги и механический отсчет времени. Эти три вещи позже заложили основу для промышленной революции и эпохи просвещения. Это было прекрасное время и для художников. Гильдии помогали им подняться из самых низов общества. Они могли овладеть различными формами искусства – гобеленом, иллюминированными рукописями и скульптурой. Они как бы заложили основу для эпохи возрождения. И это происходило не только в Европе. В Китае работали над навигацией и совершенствовали компас. Африканские королевства вели сложную торговлю, а на американском континенте процветали цивилизации. Все люди Средневековья считали, что Земля плоская. Нет. Практически все средневековые ученые считали нашу планету сферой. Правда, они полагали, что она идеально круглая, а теперь мы знаем, что она слегка эллиптическая. Один ученый Абу Райхан Беруни даже смог вычислить радиус нашей планеты, используя математический расчет, и ошибся всего на 31 километр. В 19 веке все только и говорили о том, что люди, жившие в Средневековье, считали нашу планету плоской доской, потому что это казалось хорошим примером их отсталости. Многие винят в этом очень популярного в то время американского писателя Вашингтона Ирвинга. Он написал книгу «История жизни и путешествий Христофора Колумба», которую читали как биографию Колумба, несмотря на то, что она была по большей части вымыслом. И в одном из этих выдуманных разделов упоминались так называемые эксперты, утверждавшие, что Земля плоская. Люди в Средневековье не жили дольше 30 лет. Это не совсем ложь. Просто большинство людей интерпретируют это неправильно. Это не значит, что после 30 лет человека считали старым или стоящим одной ногой в могиле. Если человеку тех времен удавалось достичь зрелого возраста, он часто доживал до 60-70 лет. Никто не считал себя старым, пока ему не исполнялось хотя бы 50. Просто в те времена продолжительность жизни была гораздо ниже, потому что у людей было меньше шансов выжить в первые годы жизни. Существовало множество болезней, которые они не могли лечить так, как мы лечим их в наши дни. Люди в темные века практически все время были грязными. Это неправда. Конечно, они не понимали, что микробы вызывают болезни, как это понимали люди в 19 веке. Но распространенная история о том, что они не мылись и постоянно были грязными, не выдерживает критики. На самом деле, они с удовольствием принимали ванну как на открытом воздухе, так и в помещении. Они изготавливали и использовали мыло дома, но также любили посещать бани. Зубные щетки существовали только в средневековом Китае, а в Европе люди чистили зубы тканью. Время от времени они прибегали к натуральным средствам, чтобы дыхание было свежим, а зубы оставались белыми. В те времена люди даже мыли руки перед едой, особенно богатые. Это не значит, что крестьяне не мыли руки, но представители аристократии использовали роскошные умывальники, а министрели в это время пели им песни. Если эти богатые люди обедали с королем, они ждали, пока он вымоет руки, прежде чем сесть за стол. Так они показывали ему, что он влиятелен и важен. Многие историки считают, что подобные традиции начали угасать примерно в 16 веке, когда люди стали использовать вилки вместо чистых пальцев. Отсюда вытекает следующий миф. Средневековые люди не пользовались столовыми приборами. И снова мимо! Они действительно ели некоторые блюда пальцами, но не все. Ложки и ножи были довольно распространены, а изобретение вилки относится к 4 веку Византийской империи. В 11 веке вилки стали обычным явлением в Италии, а затем и в других европейских странах их стали включать в столовый набор. В средние века люди не путешествовали. Нет, не совсем так. Это не значит, что они рождались, вырастали и умирали, так и не покинув одно место. Конечно, у них не было таких средств передвижения, как у нас сегодня, но существует множество записей, свидетельствующих о том, что многие люди путешествовали. Они даже переезжали в другие города внутри своей страны. Людям интересно познавать окружающий мир, в какое бы время они ни жили. Крестьяне по всей Европе посещали монастыри и церкви или отправлялись в паломничество, будь то внутри их страны или за границей. Средневековые рыцари были очень медлительны из-за своих тяжелых доспехов. Это заблуждение. У Марка Твена была забавная книга под названием «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». Его главный герой живет в 19 веке, но после драки теряет сознание и просыпается в средневековой Англии во времена короля Артура. Роман стал источником многих неверных представлений жителей США о средневековых временах. Твен написал, как главный герой бегал кругами вокруг рыцаря, которому было трудно даже двигаться под тяжестью его доспехов. Да, идея забавная, но на самом деле это неправда. Рыцари не смогли бы участвовать в сражениях и вообще что-либо делать, если бы их доспехи действительно были бременем, превращающим их в черепаху. Качественные латные доспехи тех времен весили максимум 27 килограммов. Они были хорошо распределены по телу человека, который готовился к боям почти всю свою жизнь. Поэтому рыцарь в доспехах мог лазать, бегать и заниматься остальными видами спорта лишь с некоторыми ограничениями. И нет, охота на ведьм не была распространена в средневековье. Она, безусловно, имела место, но большинство этих историй преувеличено. До 14 века мир не думал слишком много о колдовстве и ведьмах. Но по мере того, как средневековье подходило к концу, у некоторых стали появляться идеи о том, что есть люди, использующие темную магию. Существуют официальные записи о процессах над ведьмами и даже некоторые книги. Например, «Молот ведьм», которые рассказывали об их опасности. Но эта мания относительно колдовства в основном происходила между 16 и 18 веками в североамериканском и европейском обществах. Это было время, когда десятки тысяч людей обвинялись в колдовстве, и за это их постигла самая страшная участь. Страх перед этим сохраняется и сегодня. Но сейчас, в 21 веке, шансов встретить свой конец после обвинения в колдовстве больше, чем за все средневековье. Многие считали, что в средние века врачи носили странные наряды. Вы наверняка видели костюм на Хэллоуин под названием «Средневековый чумной доктор». Это довольно странный и даже немного пугающий кожаный костюм с маской в виде большого клюва. В описаниях в основном рассказывается, как врачи надевали его в качестве защиты в середине 14 века, когда на Европу обрушилась черная смерть. Только вот в Средневековье его никто не носил. Этот наряд не рисовался и не упоминался вплоть до 17 века. Возможно, некоторые врачи во Франции и Италии использовали его какое-то время. Но после того, как все начали над ними насмехаться, они, вероятно, просто от него отказались.